Всем привет, с вами Хиклка, Артём Кураган. Вот и закончилась ожередная лига по ЛТД. Эту свинью нарисовала в середине лиги девушка. Когда я играл в полном разгаре, лига была достаточно похожа. Толщил мне руки, майку сделал. Чистая свинья, короче. Смешно, очень смешно. Перейдем к результатам лиги. Начну с себя. Я занял первое неоспоримое место в прогнозах. Я говорил, что не верю, что проиграю кому-то серию. Слово я сдержал. Также насчет финала, гранд-финала я делал прогноз, что будет 4-0 или 4-1 тут, 5-0 или 5-1 тут. Опять же, слово свое я сдержал, выиграл. Буйвол. Ну, несмотря на то, что счет вот такой, и матчи не были столь перекошены в мою сторону. Просто в каждой игре был чуть-чуть сильнее. Буйвол играл очень хорошо, достойно финалиста. И я понимал, почему он прошел до такой стадии. Потому что Буйвол действительно хорошо играет. Вышел же он из финала лозеров, обыграв тролля 4-2. В принципе, прогнозируем. Это было достаточно уверенно. Буйвол красавчик. По призовому, там, 4 тысячи с чем-то получил. Я получил, по-моему, 6-900. Кстати, не такой большой разрыв. Я так специально сделал между всеми участниками. Нет такого, что первое место получает все, второе там. Ну, короче, как-то более-менее пропорционально. 45 процентов, 27, по-моему, процентов. Вот так. Вот, и еще тут просто вмешался Ричард. Он, если я выигрываю лигу, по тысячу каждому накидывал. Из топ-1, из топ-2, из топ-4. То есть, это 4 тысячи не делится в процентах между нами, а каждому по тысяче. А если я бы проиграл, тому, кто выиграл, далось бы 2 тысячи. Короче, по факту, вот тут Буйвол мог выиграть этот десятку в гранд-финале. Он бы выиграл еще прогнозы. Огромные деньги мог поднять. Ну, для ЛТД. Понятное дело. Четвертое место, Аксомотный. В плотной борьбе с троллем он выиграл один матч. Ну, потом другой матч проиграл. Чисто рандом. И даже в прогнозах, например, я их ставил рядышком. Кто где будет, ну, это вообще непонятно. Вышло так, что выиграл тролль. По троллю. Тролль молодец. Давно не играл в ЛТД. В группе пришел на велшороху. Показал свои чемпионские амбиции. Но, чтобы быть... Амбиции недостаточно. Нужно еще играть хорошо. Чего-то ролю не хватало. Поэтому закономерный. Ну, я считал, что закономерный где-то раньше было бы проиграть, наверное. Но он дошел до финала лозеров, так сказать, на классе. Молодец, тролль. Максомото четвертый, я уже говорил. Виталон босс. Мой любимчик. Но я думал, что он повыше чуть сберется. Я сначала его никуда не ставил, но потом, комментировав игры с ним, поиграв с ним, я понял, что это терный калач. В общем, он играл с Кипом за топ-5. Они оба вылетели вот в этой стадии. И выиграл в этом матче вот он босс. 3-1. Получил там тоже призовые. Тролль по призовым. 3-300. Что-то такое. 4-6-900. Тут 3-400, потому что он выиграл конкурс-прогноз, значит, потом. Тут 800. Кип. Ну, Кип красавчик. Катком. Не катком, ладно. Доставил мне проблем. Кип единственный, кто выиграл у меня до 31+. В плей-оффе. Ну, я играю очень серьезно в плей-оффе. И до 31+, я вообще не проигрывал. Ну, и в группе я почти не проигрывал. Хотя вот недавно я просто играл на боте. Я там, короче, по-моему, 5 игр проиграл. Или 4 игры до 31+. То есть до 20 я проиграл. Только с настолько на похуй было. На лиге, конечно, такого нет. Играю в полную силу. Играл в полную силу. Поэтому, если меня уж и побеждали, то только в 31+. Нигде раньше. Вот. Кип выбил Капика. Ну, и потом он заболел. Слез в больничку. И сказал на мужика. Ставьте мне ТЛ. Я не буду вас задерживать. Такой вот поступок от Кипа. Вылетел он по факту, не проиграв. Ну, там 0.2 было что-то. Он играл разобранный. И разобранный он бы проиграл. А может быть и выиграл. Он тоже разобранный не так плохо играл. В общем, Кип молодец. Шестое место. Ну, каждый мог выше. Конечно. Можно так про каждый сказать. Мог выше и так далее. Короче, все молодцы. Ну, и седьмое, восьмое место. Депапка Капик. Депапка не скажу, что какая-то выдающаяся игра, но чуть выше среднего. Стабильно выше среднего, без грубых, ну, с ошибками, но без грубых ошибок. Поэтому, ну, конечно, проиграл тут сразу и тут сразу. Но, тем не менее, тут он проиграл вообще не по делу, я считаю. Тут в пиках разница была просто катастрофическая. И при этом он все равно умудрился два очка забрать. Вот, папки. Респект. Ну, и Капик. Все на него ставили в прогнозах, но Кипер оказался сильнее. Ну, и тут Капик еще умудрился проиграть 4-1 басу. Вот. Капик тоже молодец. Остается все равно грант был ТД, несмотря на то, что в этой лиге так сыграл. Конкурс прогнозов. У нас система точное угадывание человек-место 2 очка. Точное угадывание человек-место 4 очка. Точное угадывание топ-1 6 очков. Точное угадывание, в смысле, человек в списке, но не на точном месте 2 очка. Ну, и того, Оксомотный точно угадал топ-1 6 очков. Угадал точно 5-е место 4 очка. И угадал, что где-то Оксомотный будет в пятерке. Еще 2 очка. Итого 12. Это самый высокий результат. Остальные, вот, тут 3 человека по 10 очков. Тут вот по 6 получили за Артема Курагана. Вот тут получил он за Пойволу 4 очка, и за Оксомотного 4 очка, и 2 за меня 10. Ну, был говорил, что в системе очков нет ни однозначности, и самый точный, действительно Оксомотный. Все как есть. Получает он еще 1000 рублей. Турнер на Т1 на гибридов. Первое место Макс Селби, Шелбер. Второе Андек. Ну, это стример Лиги, поэтому не участвую. Имеет право. Спасибо большое спонсорам Лиги. Особенно Сибзорку Ричарду, ну и Ванину. Который вообще от ЛТД, по-моему, далек 1 на 1, но просто решил задонатить. Самый первый. Спасибо ему. Да. Вот список сильнейших. Красавчики все. Все молодцы. Всем участникам спасибо. Надеюсь, следующая Лига будет 2 на 2, вот уже. Надеюсь, там, в октябре. Может быть, буду играть. Скипом будем играть. Ничего не обещаю. Вот. У меня все. Всем пока. Ждите новых Лиг.